друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua сегодня будем рассматривать смартфон сяоми mi4 это топовая модель это флагман модель с мощным процессором snapdragon 801 такой же процессор был на смартфоне one plus one в общем как бы тут есть о чем рассказать смартфон очень крутой внешне он удобный он небольшой 5 дюймовый вот такой вот коробки поставляется эта модель все его технические характеристики оригинальный логотип от компании сяоми технические характеристики кому нужно сделать и стоп посмотрите что он тут может а я по ходу буду это все вам рассказывать коробки у нас особо ничего нет здесь стандартные аксессуары это зарядка кабель зарядка вот такая зарядка у нас идет на 1 и 2 ампера юсб кабель стандартный переходничок здесь документация и скрепка для того чтобы мы могли ставить сим карту в телефон модель имеет размер 5 дюймовый спереди у нас full hd дисплей крилоглаз 3 стекло естественно здесь олеофобное покрытие то есть очень удобно пользоваться этим экраном хорошо скользит палец можно так сказать здесь экран от шарпа значит на передней панели есть логотип ми фронтальная камера на 8 мегапикселей основной динамик датчики приближения освещения три сенсорных кнопки которые легонько подсвечиваются вот в том формате в котором это нужно смартфон имеет одну sim карту сим карта вот такая вот там микросим с помощью скрепки можно достать этот разъем и вставить сим карту сверху у нас разъем под наушники и к порт с этой грани у нас качелька громкости кнопка включения выключения здесь динамик и разъем под micro usb смартфон сзади имеет вот такую вот крышку поставляется эта модель в белом и в черном цвете на данный момент рассматриваем белый вариант логотип xiaomi 13 мегапиксельная камера вспышка и второй микрофон корпус у телефона очень крутой вот это все металлическая вставка по граням никаких люфтов никаких скрипов смартфон очень монолитен за счет того что неразборной аккумулятор неразборной сам смартфон монолитный аккумулятор здесь на 3000 миллиампер часов на 3080 давайте рассмотрим технические характеристики этого смартфона как всегда antutu ну и начнем с того что вот там тут у сплей маркета который я установил показал у меня выдающихся результатов показал он всего лишь 35000 когда точно такая же модель вот наш ми 4 lte и вот рейтинговый самими 4 ну то есть он должен набирать порядка там 45 44 тысяч баллов ну все зависит от прошивки прошивку я дальше покажу какая можно на это особо не обращать внимание это не более чем баллы вот в программке тестере железо у него стандартная и давайте смотреть 44 android qualcomm snapdragon 801 adreno 330 графический ускоритель разрешение экрана full hd 13 мегапиксельная камера 3 гига оперативной памяти 16 встроенных обращаю ваше внимание на самый большой минус этого смартфона в этом в этой модели нет слота под micro sd карточку то есть вот эти 16 гигабайт вам придется ними пользоваться процессор у нас 4 ядерный он 32 битный частота его 2 и 5 гигагерц основная камера 13 8 фронтальная десятиточечный мультитач различные датчики в принципе есть все что только можно подумать и nfc данная модель не поддерживает прошивка у нас с форума 4п до принципе прошивка стабильная хорошая вот вы можете видеть версию май юай 551 android 444 на этой прошивке все работает отлично никаких глюков багов все запускается все работает поэтому в принципе вот эту прошивку советую ее можно ставить проблем не будете иметь все на русском языке здесь вот то что от чем отличается это эта модель и вообще эта прошивка от аналогичных моделей там те челы и же ю настройки здесь есть вот в самом меню настроек различные настройки по камере по галерее по музыке по видео по сообщениям контактам так далее по диктофону и вот все такое экран конечно здесь крутой шарповский экран full hd очень все классно смотрится цветопередача углы обзоров в этом плане конечно все отлично без нареканий он очень яркий давайте попробуем показать этот момент кстати экраном можно пользоваться в перчатках опять же технология sharp ну яркость здесь стоит у меня максимальная звучание у смартфона отличное единственное что расположение этого динамика ну не совсем как по мне удачно и бывает когда играешь в игру в таком положении тут и просто закрываешь этот динамик ничего не будет слышно звучание в наушниках супер звучание во время разговора микрофон динамик тоже все отлично плане производительности естественно snapdragon 801 естественно 3 гига оперативки но здесь вообще никаких не может быть нареканий на производительность давайте смотреть игрушки поэтому в плане производительности этот принципе топовая модель это модель которую можно покупать с запасом на как минимум на один год и все игры все у вас будет запускаться и оперативной памяти здесь с головой хватает сейчас свободно 1 и 2 гига у меня запущены приложение у меня запущена игрушка ну то есть свободном положении когда мы ничего не делаем и просто у нас включен android это получается у нас свободно 1 и 8 гига из 3 то есть вполне достаточно для любых задач тест аккумулятора я естественно делал 3080 здесь аккумулятор в принципе результаты получились отличные давайте вам продемонстрируем программки antutu tester набрал 6215 баллов в последнее время провожу аналогии asus zenfone 2 набрал немножко меньше а этот результат приблизительно как и meizu m1 note в режиме воспроизведения игры со ста процентов до двух это у нас три часа 44 минуты тоже классный результат обращаю также ваше внимание на то что диаграмма разряда у нас ровная никаких скачков туда-сюда у нас не будет то есть как заведели мы на сто процентов аккумулятор так он разряжается до самого конца gps здесь шикарный потому что это snapdragon qualcomm здесь есть поддержка глона спутников спутники ловят моментально спутников ловят очень много про gps очень говорить тут практически не нужно потому что это все и так понятно на всех qualcomm даже на дешевых даже там на 50 долларовых смартфонах там с gps все супер камера мне понравилось здесь есть различные настройки немножко неудобно как по мне реализован режим настроек режим выборов различных вариантов как снимать есть ручной режим есть различные другие режимы фронтальная камера на 8 мегапикселей сделал я множество различных фотографий и видео что могу сказать камера действительно очень хорошая однако допустим в режиме недостаточно освещение насти мне например на asus Zenfone 2 качество показалось лучше когда освещение у нас хорошее то тут конечно шикарная камера я не сравнивал не проводил параллели но камера конечно отличная в плане четкости можно номер увидеть машина которая ехала на ходу в общем фотографии вам покажу скину видео тоже мне очень понравилось full hd запись естественно в общем по камере однозначно плюс камера очень хорошего смартфона в любых то есть четкости очень четкость хорошая качество шикарная как по мне сяоми mi4 топовая модель snapdragon 801 3 гига оперативки 5 дюймовый компактный дисплей основные минусы этого смартфона я считаю что во первых начнем по рейтингу от самых больших до маленьких основной минус конечно же объем памяти здесь всего лишь 16 гигов очень мало для такого смартфона и нет слота под карту памяти есть версия 64 гиговая но пока что я насколько знаю они или не продаются или там цена значительно отличается то есть хотелось бы конечно слот в который можно было бы вставить еще 16 либо 32 второй минус тоже очень серьезный для меня это одна сим-карта до сих пор вот такие смартфоны нужно делать уже с двумя сим-картами тогда это будет популярно тогда это будет на разрыв а так одна сим-карта ну аналогов с одной сим-картой можно найти множество и у самсунга его исчиси и у других моделей брендов плюс конечно же в том что я это сим-карта работает во всех стандартах и 3g и 4g lte то есть в этом конечно все хорошо ну и и маленький минус маленький недостаток этого смартфона это вот этот вот динамик точнее не сам динамик а его расположение потому что ну наверное можно было бы придумать куда-то другое место а так принципе все цена этого смартфона в китае составляет приблизительно 280 290 долларов в украине мы продаем где-то по цене всем 300 на данный момент всем советую эта модель кого устраивает одна сим-карта кого устраивает этот объем памяти однозначно берите будете довольны а а а а а а а а Продолжение следует...